Стартовал в середине октября 2019-го, а финиширует только 11 мая. Батареи в домах жителей Артёмовского городского округа отключат позже обычного на 11 дней. Отметим, что главный фактор, который повлиял на определение этой даты – погода. Необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха в муниципальном образовании продержалась на уровне 8 градусов тепла в течение пяти дней. Как отметили в городской администрации, в целом отопительный сезон в округе прошел в штатном режиме. Крупных аварий на теплосетях не было. Были проблемы с наступлением отопительного сезона. То есть в тот момент, когда мы включали отопление по всему городу, было большое количество обращений жителей по поводу того, что в тех или иных местах города были проблемы с отоплением. И в течение года, в течение того, как шел отопительный сезон, у нас были проблемы с отоплением в районе поселка Угловое. До сих пор жалобы поступают жителей по поводу восстановления благоустройства после проведенных работ сотрудниками сетевых организаций. Ну, такие аварии, так скажем, были, но какого-то широкого распространения или долгого времени пробежутка по отключению не было. Старались все уложиться в норму. Сразу после отключения теплового оборудования в жилых домах и на других объектах коммунальные службы города приступят к летней и ремонтной кампании. В планах провести ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных. Будет проводиться и опрессовка системы отопления, промывка, замена, потому что в некоторых местах она пришла в негодность и при обследовании выявлены какие-то нарушения. Поэтому вот этим и будут заниматься тепловые организации на время наступления отопительного сезона. Плюс будет, конечно же, комиссионно обследоваться в течение этого промежутка, летнего промежутка времени, для того, чтобы понять, что отопительный сезон 2020-2021 наступит без каких-либо проблем. На выполнение работ по ремонту, по реконструкции, капитальному ремонту сетей, требования, связанные с распространением коронавируса, они, конечно, есть, все должны соблюдать меры личной безопасности, но они не должны отразиться на качестве и срок выполнения этих мероприятий. Анжела Галышина, Иван Петров, Светлана Нурик, Городские новости.